Девушки отдыхают Девушки отдыхают Просто уже поздно было, я думала, ты спишь Какая трогательная забота о матери А то, что мать волновалась, что у нее с сердцем было плохо Это тебя не тревожит Давай без этих театральных эффектов Когда я вчера уходила, здоровье у тебя было богатырское А вот тогда ты уже попрекаешь меня Моим собственным здоровьем Я тебя ничем не попрекаю, мам Успокойся, что ты кричишь, ты детей разбудишь А никого нет, я одна здесь кукую А где Олеся с Никитой? Олеся заночевала у Люды, Никитушка в поликлинике на дежурстве Тебя же все равно. Тебя же это не волнует. Чего не волнует? Меня все волнует. Понятно. Лучше у подружки заночевать, чем все вместе в одной комнате. Ну, кому-то легче, а кому и нет. Я всю ночь глаз не сомкнула. Лена, скажи, ты с ним была, да? Мам, не выспалась, наверное, Лен? Наверное. Мам, ты мне дашь переодеться или нет? Не дам. Ясно. Лен, ну хорошо, не хочешь, рассказывать не надо. Ну, он хорошо целуется, Лен. Вообще, как все было, Лена. Мамуль, послушай, мне нужно сейчас на работу. Я переоденусь, хорошо? Леночка, ну что, тебе трудно поговорить со мной пять минут. Я же мать твоя, в конце концов. Мамулечка. Нет, Лена! Леночка! С каких пор ты стала стесняться своей мамой? Нет, ты так просто от меня не отделаешься. Лена, я требую к тебе уважения. Это бесчеловечество, в конце концов. Мам, береги себя. Я как мать имею право знать во всех подробностях. Никита Андреевич, Никита Андреевич, Никита Андреевич, просыпайтесь. Алексей Дмитриевич, а я вот тут. Я вижу, что вы тут. Только почему вы тут? Что, вы из дома выгнали? Нет, я думал, у меня дежурство. Я просто, видимо, перепутал. Оказалось, что... И вы хотите, чтобы я вам поверил? Коллега, у вас есть десять минут, чтобы привести себя в порядок и начать прием. Да-да-да, я быстренько сейчас. Я все быстро сейчас. Кстати, времени я зря не терял. Я привел в порядок все медицинские карты. Все сделал. Поразительно. Другой бы на вашем месте, если перепутал бы дежурство, имел бы сейчас совершенно другой вид и сильное амбре. А вы... Молодец. Но больше не путайте, а то вас и правду из дома выгонят. Ну, что скажешь? Ну, вообще-то это ты позвонила. Ты и говори. А вот, значит, как. А я думаю, дай позвоню человеку. Он же, наверное, места тебе не находит, переживает, где я ночь провела. Ты не ночевала дома? Доктор, а мы что, стали плохо слышать? А где же ты, интересно, была? А, не твое дело. Ты мне кто, муж? Ну и все. Подожди. А ты что, не заметила, что у меня дома не было? Ну, к твоему сведению, я тоже сегодня дома не ночевал. Если тебе интересно, где... Да мне неинтересно знать, где ты ночевал. И не звони мне больше. О, Леночка, привет. Привет. Давно тебя не было. Да, все, работа. Ну что, как обычно, поправим все побыстренько убежать? Времени, как всегда, мало, но выглядеть хочется на все сто. А, а что такое? Рассказывай. Да ничего, сегодня. Да ладно. У нас кто-то появился. Ну, может, кто-то и появился. Как же я рада за тебя, наконец-то. Но сделаем так, что он глаз от тебя отвести не сможет. Лак какой выберем? Я же не знаю. Давай вот этот. Яркий. Сексуальный. Думаешь? Уверена. Уж я-то в этом разбираюсь. А голову тебе сегодня мешенько сделают. Иду, иду. Кто там такой нетерпеливый? Здравия желаем. Здравствуйте. Ираина Степановна, добрый день. Разрешите? Вы что, привезли надгробную плиту? Или у нас всеобщая мобилизация? Так я, если вы заметили, уже не призывного возраста. Мы к вам, Ираина Степановна. У вас же тут, понимать, нет фронт работ. Вот я решил помочь. Это очень мило и очень неожиданно. Но не надо. Мы как-нибудь сами. Надо, Ира Степановна. Не скромничайте. Я уже принял решение. Понимать нет. Так, бойцы, заходим. Так и марш. Спасибо, Сан Саныч. А враг в страну не проникнет, пока вы полармии на наш ремонт перекинули. Враг нет, не проникнет. Так, сержант, посмотрите фронт работ и приступайте. Начинаем с жилых комнат. Есть, товарищ полковник. Так, бойцы. Не волнуйтесь, хорошие парни. Это мой товарищ подогнал из второй бата по старой дружбе. Они вам тут понимают, нет, все что угодно отремонтируют. Может, чаю? Потом. Я с вашего разрешения тоже поработаю, а то это неловко как-то. Бойцы трудятся, а я, что же, чаевничаю? Ну, надо же. Вы настоящий полковник. Мажьте, 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 ребятки. Не мазано хуже. Так что без комочков. Так, что у нас тут орлы комнатные? Прекрасно. Стыки, стыки, стыки проверяйте. И чтобы уголки не рвались. Так, работаем. Не успеваем, не успеваем, бойцы. О, я смотрю, процесс идет. Да, молодцы. Через стерни к звездам, понимаете? Александр Александрович, вы такой грозный командир. Да это что вы, это я так понимаю, это по привычке. Я помогу, пойду, ребят. Радочка, здравствуй. Я пришел узнать, как твое самочувствие. А как может быть самочувствие человека, которого вчера похоронили близкие друзья? Сносно. Не жалуюсь. Ты уж прости за вчерашнее. Я, я и минуты в это не верил. Я им всем говорил, этого не может быть. А слезы лил от радости, я правильно понимаю? Ну, слезы, они лились сами по себе. Это не подгласно, прости. А что-то у тебя тут происходит. Война. Аркаш, ну ты что, сам не видишь, у меня ремонт. И Сан Саныч мне помогает. Здравия желаю, Аркадь Геннадьевич. Здрасте. Так, а почему, Сан Саныч, я бы даже смог тебе помочь. Ой, я тебя умоляю, Сан Саныч привел целый взвод солдат. А что ты можешь? Ну, я, конечно, взвод солдат не могу привезти, но мои руки, они музыкальные, очень хорошо развиты. Они хоть сейчас могут покрасить, побелить. Ну, я не знаю, у меня тут Сан Саныч за старшего. Если он найдет дело, которое тебе можно поручить. Сан Саныч, у вас найдется для Аркаши какая-нибудь работа? Да я даже не знаю, так-то у нас полный комплект. А, мы сейчас обои клеим, а вот боеприпасы кончаются, понимаете? Что? Ну, в смысле клей. А, вот, Аркаш, иди на кухню и делай клей. Хорошо. Вы хоть умеете, Аркадь Геннадьевич. Вы совсем за музыкантами не держите, будто я не знаю, как делать обоиный клей. Извините. Осторожно! Простите, пожалуйста. Спортите... Здрасьте. Здрасьте. О, шикарно выглядите, Елена Николаевна. Ваша мальтон Виктор Андреевич. Здравствуйте. Здрасьте. А что у вас, клей закончился? Ну что, клей готов? Через полчаса будет готов. Да вы что, Аркадий Геннадьевич, бойцы клей ждут. А вы что, какую-то кашу, что ли, за теле варите? Знаете что, ваш этот солдатский юмор оставьте при себе. Какой юмор? Работа стоит. Где клей? Где клей? Вот, 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 вот клей. Да вы, да вы что? Что вы делаете? Не надо, мы начнем же с комочками. Правильно, он с комочками, потому что он у вас свернулся. Что случилось? Что у вас зашло? Вот, Аркадий Геннадьевич, постарались. Знаете что, вы на меня голос не повышайте, не святите. Он синтетический клей варить вздумал. Его разводят в холодной воде. Да? А где написано, чтобы нельзя варить синтетический клей? Где написано? Где? Вот, вот, на пачке написано, что у меня. Ну что? Тоже мне, я знаю, я знаю. Не пичите меня своей коробкой. Я варил клей. И бабушка моя варила, и дедушка варил. Я вырос на клею! Ему же нельзя варить. Мальчики, не ссорьтесь. Вы, наверное, голодные. Когда мужчины голодные, они вечно не в духе. Я вас сейчас чем-нибудь накормлю. А холодильник где? Ира Степановна, я его попросил в гостиную перетащить. Ну, здесь же плитку класть надо. Да-да, он мешал. Так что же он там стоит неподключенный? В нем же продукты, они же испортятся. Додумались. Так, мальчики, давайте, тащите его обратно. Давайте-давайте, совместный труд сближает. Будем тебя сближаться. Так. Слушай, команда. Сейчас будем тихонечко поднимать. Нет, поднимать я не буду. Почему? Потому что у меня больное сердце. Хорошо, давайте тогда в перекачку его. Перекачку? Это как? Сначала на меня. Теперь на вас. Контуйте, контуйте. Теперь я. Осторожно, вы мне прижали в двери. Что вы делаете? Мне тоже прижали, что? Давайте вот. Давайте нет, мне перекачка не нравится. Нет, так не надо. Давайте по-другому. Давайте так, я подсуну сюда половичок, а вы будете придерживать сзади. Сзади я не хочу. Почему? Сзади решетка, понимаете? Она грязная. Кряпочку возьмите. У меня руки музыкальные, вы забыли? С своим дулом. Давайте по-другому. Угу. Вы идете сзади, наклоняете на меня, а я его вот тут спереди подхвачу. Аркаша, может, все-таки послушать, Сан Саныч? А может, послушать меня? Сколько я роялей перетаскал. Ты таскал роялей? Не таскал, а руку родил. Идите, идите, наклоняйте. А я подхвачу его спереди. Ну вот и все. Вы готовы? Конечно, готов. Все очень легко. Пожарили яиченку. Потому что нужно наклонять было по команде. Это вы мне говорите? Так, Аркаша, все, иди в гостиную и перебирай ноты. Хорошо, я ухожу. Нам надо от тебя отдохнуть. Ну что это такое? Ну, Ирана Семеновна, вы не расстраивайтесь. Сейчас бойцы все уберут здесь и перетащат куда надо. Фигляр. Да, вот именно это слово я подбирал. Обиделся. Аркаша! Другое дело. Вообще она у меня ручной. Да сколько вас тут? Телефончик не дадите? Угадал, не дам. Отставить переставать Суркану. Проходите, девушка. Спасибо. Точно не дадите? Точно. Лесечка! Привет, баба. Посмотри, какая у нас тут красота. Твоя комната уже готова. Вернее, твоя с Никитушкой. А, кстати, где он? На дежурстве. Да что ж такое, опять на дежурстве. Вчера на дежурстве, сегодня на дежурстве. Скажи, чтобы столько не надрывался. Что же он у тебя столько работает? Смотри, Леся. Какие веселенькие обои, да? Очень. Это итальянская коллекция. Какой-то новый модный дизайнер. Но я, правда, не помню его фамилию. Понятно. А. Ленка, ты где? Приезжай скорее. Посмотри, как у нас тут все стало. Мам, ты мне лучше скажи. А Леся пришла домой? Пришла. Вот она сейчас будет в свою комнату заселяться. Прям визжит от восторга. Это мама, будешь говорить? Ага. Тебе привет. Ну, а тебя когда ждать? Мам, слушай, ты не волнуйся, но я сегодня ночевать не приду. А что такое? Ничего. Просто еду в область смотреть объект. Ау. Ну, привет объекту. Своим звонила? Угу. Маме. Она волнуется. Маме. Это понятно. А твои родители за тебя волнуются? Уже нет. Мама два года назад как умерла, сердце. А папа пережил ее всего на два месяца. Прости. Ну, за что? Ты же не знала. Да я вообще о тебе почти ничего не знаю. Ну, тогда давай знакомиться. Спрашивай. Так. Ну, то, что ты не женат, это почти все наша контора знает. А был? Был. Ну, конечно. Как такой красавец мог бы быть не женат? Ну, женился 20 лет по глупости. Я сделал предложение, она отказала. Я завелся. И спортивный интерес. Прожили два года, а потом разошлись. А дети? Нет. Ну, что бы ты еще хотела узнать про меня? Все. Ну, это будет нечестно, теперь твоя очередь. Спрашивай. Прямо все что угодно? Угу. Да? Ну, смотри. Ты сама напросилась. Значит так. Мне интересно узнать, прямо очень-очень интересно. Вот что. Тебе со мной хорошо? Да. Очень. А больше меня ничего не волнует. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Жень, ты меня чуть пораньше высади, я метров 200 пешочком пройду, ладно? А что такое? Ну, не готова пока вместе на работе появляться, начнутся всякие разговоры. Никаких разговоров не будет, не волнуйся. Это-то наших не знаешь, им для разговора даже повода не надо, а тут такой простор для фантазии. Ну ладно. Володя, ты после светофора останови. А я сейчас в аэропорт, у меня самолет через полтора часа. Как? Куда? В Москву, мне нужно с учредителями лично повстречаться. А раньше сказать не мог? Конечно, не мог. Я в личное время рабочими вопросами не занимаюсь и тебе не советую. А ты что, вчера со мной хотела о работе поговорить? Нет. А ты надолго? На два дня. А ты сейчас вместо меня проведешь оперативку. Я? А кто же еще? Хороший вопрос от первого зама. Да, это я. От неожиданности. Только поаккуратней там с людьми. Никого не рви на флаге до моего возвращения. Я? Ты, ты. Девушка! У меня приступ. Острая боль. Подруга, погуляй где-нибудь. Ты что, лезь? Галь, отнеси карту в регистратуру. Хорошо. Вообще-то я здесь работаю. Ну, расскажите, доктор, про ваше ночное дежурство. Оресь, сейчас не самое лучшее время. У меня идет прием. А у меня сейчас лекции по специальности. И что? Слушай, зря ты... А давай я сама буду решать, что зря, а что нет. Ну, ты где-то ночевал? Я ночевал в кабинете. Один? Или вы тут с Галкой на пару дежурите, глаз не смыкаете? Я ночевал здесь. В кабинете. Один. Потому что не хотел идти домой. А ты не хотел идти домой, потому что там я? Ну, насколько я понимаю, тебя-то там как раз и не было. Да. Но ты ведь этого не знал. Ну, теперь-то я знаю. Так что, может, объяснишь, где ты была? А это не важно. Я не оправдываться перед тобой пришла, а сказать, что ты свободен. В смысле? В смысле good bye. Вещи твои так уж и быть соберу, а забрать тебе их самому придется. Будь здоров, доктор. Не кашляй. Следующая! Здрасте. Доброе утро, девочки. Здравствуйте, Елена Михайловна. Нина, привет. Привет. Есть что-нибудь для меня? Есть. Чего? Утюг? В каком смысле? Я говорю, опять утюг сломался? Ах, да нет. Это у нас ремонт. Найти вообще ничего невозможно. Понятно. Чего тебе понятно? Да все понятно, господи. Ремонт, кошмар, ужас. Утюг найти невозможно. Да какой утюг, Нина? Надежду найти невозможно. Надежду. Как давно у меня не было ремонта. Нин, спусти с небесной земли, а? Да. Там плановики еще что-то хотели с тобой согласовать. Ну, это позже на оперативке. Ну, да. Только вот Евгений Николаевич задерживается. Так его не будет сегодня. Как? А ты откуда знаешь? Нин, есть такая прекрасная штука. Называется телефон. Красота неземная. Раида Степановна. Иду. Ну, как успехи? Хорошо успехи, Раида Степановна. Молодцы. Благодарю от лица командования. Так, бойцы. Это что, морщины? Раида Степановна, все морщинки разгладятся. Ну, положим не все, но хотелось бы. На завтрак утро посмотрите, ни одной морщинки не останется. Косметологи мне тоже так говорили. ТЕЛЕФОНН trustee. ТЕЛЕФОНН Алло, Сан-Саныч? Какой Сан-Саныч? Ра, да это я. Аркаша, тебе чего? Ну, я уже оделся, ее так вам помогать. Ждите, ждите. Ты вчера уже помог, мне хватило. Не, ну, то было вчера. Аркаша, знаешь, каждый должен заниматься своим делом. Мы тут с Сан Санычем посоветовались и решили, ты отдыхай. Подождите, вы куда плитку понесли? Так Сан Саныч сказал, на кухню. А, ну раз Сан Саныч сказал, то несите. И вообще, Аркаше, мне некогда. Таким образом, никаких особенных претензий к подразделениям у меня нет. Главное, чтобы каждый из нас занимался своей работой и... не отвлекался ни на что посторонним. Вообще-то, Елена Николаевна, мы не отвлекаемся. Я надеюсь, перед совещанием все телефоны выключили? Виктор Андреевич. Да? Ну что с вами? Не с той ноги встали? Дорочек, какой симпатичный у вас галстук. Почему это я не с той ноги встал? Стой. Ну а что с настроением? С работой, может, не ладится? Да нет, почему же? Все ладится. А ведь это вы у нас имеете непосредственное отношение к связям с поставщиками. Да, я. А что же тогда, Виктор Андреевич, у вас объем поставок упал? У меня упал? Кто вам такое сказал? Ну, это и так видно, Виктор Андреевич. Вяленький у вас оборот-то. Вяленький. Это не у меня вяленький, а у всей нашей организации вяленький оборот. Да нет. Именно у вас. Ну, то есть, не у вас, а у вашего департамента. Да причем здесь мой департамент? Когда нас постоянно подводят поставщики. Ну, а вы бы были с ними... понежнее. Чего? Помягче. С поставщиками. Ну, тогда, может быть, они как-то вас и... не подводили. Что вы на меня так смотрите? Пытаюсь осознать. Но этот процесс может занять много времени, так что не будем отнимать его у коллектива. Так. Ну, мы вообще-то еще хотели обсудить... Виктор Андреевич. Совещание закончено. Мы все можем разойтись по своим рабочим местам. Здравствуйте. Так, теперь внимательно все запишите, и мы перейдем... Добрый день. Извините, мне нужна Олеся Сайко. Молодой человек, вы что, не видите у нас вообще занятий? Я... Я понимаю, но... Я из поликлиники. Дело в том, что у Сайко результаты анализов сомнительные, и ей необходимо срочное обследование. Ничего подобного, у меня прекрасные анализы. Сайко, избавьте нас, пожалуйста, от ваших подробностей. Идите и обсудите вопросы вашего здоровья вне аудитории. А мы пишем, пишем. Мы продолжаем заниматься. Это что за спектакль? Лесь, прости меня, пожалуйста, давай поговорим спокойно. А нам не о чем говорить. Ты мне все сказал, я тебе все сказала, мы расстались. Ну, пожалуйста, ну не начинай. Это я начинаю? Это я заглядываю в аудиторию, вырядившись как клоун? Как врач. Какая разница? Или, может быть, ты позвонил своей маме в Москву и рассказал ей про меня? Ну, 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 позвонил? Нет, не позвонил, но я... Вот, что и требовалось доказать. Я тебе не нужна. А переехал ты к нам, потому что... Интересно, почему? Да потому что тебе так удобно. Ты что, серьезно? А что, нет? Живешь на всем готовеньком. Это я живу на всем готовеньком. Да это ты живешь на всем готовеньком. Ты в общаге пожить пробовала? Без мамы, без бабушки. Я смотрю, ты пожил. И к нам переехал. Я... я... А что, ты хочешь сказать, я не права? Да с тобой невозможно разговаривать, Лесь. Да я с тобой вообще не разговариваю. По-моему, это ты пришел. Пришел и ушел. Извини, что отвлек от занятий. Ничего страшного. Аркадий Геннадьевич, надо... Некогда. Интересно. Поговорим? Поговорим. Всего доброго. Никита Андреевич, а что это вы так задержались? Я хотел разобраться с историями болезней. А вы же сказали, что уже разобрались. Разобрались? Разобрались. Только не до конца. Да? Ну, история-то хорошо. Болезни плохо. Понимаете, тут такое дело, я... Никита Андреевич, давайте поговорим. Боже мой, какая красота! Леська, привет! Привет, Воль. Ну, какие же вы с Никитой молодцы, а? Ты посмотри, как она отклеена. Даже стыков не видно. И как быстро! Да, это не мы. Это... Сан Саныч. Он своих солдатиков пригнал, и они быстро все сделали. А, кстати, у тебя в комнате тоже. Да ты что? А где бабушка? Бабушка в раю. О, прекрасно выглядишь. Ну, еще бы. Ленка, джакузи – это что-то с чем-то. Вот хорошо, что я тебя не послушала и все-таки купила это чудо. Ну, как я рада, что тебе все так нравится. Да, ты видела, как я обою лезть? Конечно, очень стильная комнатка получилась. Да, а ты свою загляни. Вот где вершина стиля. Боже ты мой! Ну, невероятная красота. Дворец Версаль. Да, богато. Но я все-таки рада, что приглушенные тона сохранились. Ну, конечно, но ты же уже не девочка. Спасибо, мам. Пожалуйста, приходишь с работы уставший, глаза должны отдыхать, от стен должно веять в спокойствие. С этим согласна. Ну, и где спасибо за все мои хлопоты? Спасибо тебе большое, мамочка. Спасибо тебе. Но другое дело, а то одни упреки. Ну, какие упреки, мам? Без тебя бы такой роскоши у нас в помине не было. Нет, Лена, настоящей роскоши ты еще не видела. Вот тебя сутки дома не было, марш в ванную. Лена, джакузи – это что-то. Очень кстати. Только недолго, потом Олесечкину очередь. Я быстро. Лесечка, пойдешь в джакузи? Ну… Не ну, а после мамы. Вы понимаете, она такая женщина, тонкая. Она такая… Ну, в общем, вы ей не ровня. А кто ей ровня? Ну, вы понимаете. Я? Да. Нет, нет, нет. Я тоже нет. Ей никто не ровня. Со мной я не позволю. А я позволю играть на ее наивности. Я никогда ни на чем не играю. Нет, не вы играете. Не играю. Какой у вас красивый голос. Ну, вы играете. Думаете, я не вижу, да? Вы думаете, я что, слепой? Я все вижу. Я все вижу. Я знаю Радовичку столько лет, сколько никто ее не знает. А я был ее другом. Лучшим. Я был ее плечом. Тоже лучшим. Тут приходите вы. Толкой. Тир, ремонт, муксун. Знаете что, Аркадий Геннадьевич? Что? Так скажем. Я думал, что у нас с вами будет очень серьезный разговор. А вы несете какую-то чепуху, понимаете, нет? И спирт вам пить нельзя. Почему? Нельзя. Не умеете. Я не умею? Не умеете. Я вырос на спирта. Александр Александрович. Сан Саныч, откройте. Тихо. Мы в танке. Странно. Свет горит, а никто не отзывается. Так может, он ушел, а свет выключить забыл. Или уснул. Сан Саныч, это Леонид Борисович. Леонид Борисович, слышите, запах. Ольга Васильевна, к сожалению, для этого заведения это нормальный запах. Скажите вахтеру, чтобы он взял ключи и выключил свет в кабинете. Да, да. Хорошо, Леонид Борисович. Тихо. Да он ушел. Точно? У меня абсолютный слух. Я верю. Но надо менять в дислокацию. Это все почему? Поверьте моему опыту. Ну, хорошо. А куда? Я дам эти места уютные, укромные. Похожие на дот. Есть такое место. Проведу козьями тропами. Я вот что хочу вас спросить. Вы сами-то знаете, чего вы хотите? Я... Нет-нет-нет, только не рассказывайте о ваших желаниях. Просто вы сами для себя ответьте, что вам нужно. А когда определитесь, тогда и начнете прямо действовать. Понимаете, женщины любят уверенных в себе мужчин. А вы неуверенный в себе человек. Когда женщина это чувствует, она начинает брыкаться. Не знаю. Женщина никогда не пойдет за тем, кто не знает, чего он хочет. Так, уже поздно. Надо домой. И вам советую последовать моему примеру. Конечно. Ой, мам, как ты была права. Джакузи – это что-то. А то. Все, Лесечка, иди. Теперь твоя очередь. Я не хочу, бачу. Это нет настроения. Вот примешь джакузи, и появится настроение. Подтверждаю. Кстати, а где наш Никита? На дежурстве. М-м-м, все, на дежурстве, на дежурстве. Деньги, что ли, зарабатывает? Молодец. Давайте сосисочку положу. Ты ничего не ешь. Ба, да не хочу я сосисочку. А куда ты пошла? В джакузи. Алексей Дмитриевич, а вы когда женились? Ну уж, больше сорока лет назад. Мы же одноклассники. Поступили в институт и на каникулах расписались. Мы тоже в институте расписались. Да. Выходят, ранние браки самые крепкие? Самые крепкие браки – это которые по любви. Вы же свои любите? Да. Ну, вот пойдите к ней, объяснитесь. Ну. Никита Андреевич! Вот вам ключи от моего кабинета. Там хоть диван большой. Вам надо выспаться. Выспаться. И побольше уверенности в себе. Спасибо. Да, я прихожу на работу к восьми. Надеюсь, мне не придется вас будить. Разумеется. Спокойной ночи. О, открыл у нас грибочки и варенье малиновое. Ну, так Сан Саныч принес. Да ты что? Чай травяной. Тоже его собственной сдачи. Ты посмотри, какой солдатиков подогнал. Я смотрю, ухаживание выходит на новый уровень. Ой, да какой там? Я тебя умоляю. Мама, ну перестань отнекиваться. Все мы прекрасно знаем, что у тебя целых два ухажера, которыми ты буквально вертишь, как захочешь. Ну, перестань говорить ерунду. Ну, какие там ухажеры? Ну, так. Волочаться два поклонника, не более того. Я смотрю, они только волочатся, но и кое-что с собой приволакивают. Нет, Лена, это не вариант. Призрак оперный. А мы где? Мой юный друг. Вы совсем не знаете классики? Мы на сцене. И дышит почва и судьба. Постой, мы же хотели найти укромное место. Так, сцена, филармония, это и есть самое укромное место. Сюда никто ведь не придет. Не жаль. Танкист, а ты когда пьешь, тебя к танкам тянет? Тянет, понимаете? Так вот меня тянет к роялю. Понимаешь? Рояль, это мой дом. Понимаешь, это моя семья. За дом. За семью. Жаль, что о ЛГТ забыли. Обижаешь? Своих не бросаем. Они, конечно, неисправимые романтики, но без шика. Не то, что твой Ливандувский. Ленка, я так за тебя рада. А, кстати, а почему ты сегодня не у него? Вы поссорились? Почему сразу поссорились? Просто он уехал на два дня в Москву. Наверное, за кольцами поехал. Мам, ну что такое говоришь? Когда закончим ремонт, Лена, надо будет его обязательно пригласить. Вот мужчина, который может украсить любой интерьер. Посмотрим. Грибочки отменные. Ну так, Сан Саныч. Знаешь что, давай мы с тобой сейчас перейдем на ты, потому что мы с тобой сейчас пойдем на сухач. Это очень трудно, потому что после водки на сухач это дорога в неизвестность. За вероиду Степана. Дангис, а теперь давай испоем нашу. Какую? На границе тучи ходит хмуро, Край сробы тишиной объявил. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят вместе У высоких берегов Амура Часовые родины стоят И добили... Нет! И допили песню с той порой! Что из дома принесли с собой Три танкиста, нет! Два танкиста, два веселых друга Экипаж машины боевой Два танкиста, два веселых друга Экипаж машины наливай! Лисичка, ну, как тебе джакузи? Как? Джакузи, как джакузи. Отлично. Все, я спать. Спокойной ночи. А чего так рано? Мне вставать завтра рано. Спокойной ночи. Ну, ты даже грибочков не попробовала. Я завтра попробую, ба. Грибочки... Нет, все, надо остановиться. Я уже так наелась, что, мне кажется, я даже не засну. Наоборот, мы сегодня будем спать, как младенцы. После джакузи и такого ужина. Да уж, спасибо, Сан Саныченко. Мама, мне все-таки кажется, он за тобой ухлёстывает. Не говори ерундой. Ну, какая ерунда? Неравен сейчас предложение придет делать. Ну, пусть приходит. Я еще подумаю. Дадача сложная. Как бы не разбить сердце дяди Аркадия. Лена, я разберусь. Рада! Я что, ты не понял? Мне показаны. Еще раз. Да, Жень, добрый вечер. Ленка, они оба в стельку. Не спихались. Нет, нет, я слушаю. Ира, 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 ира! Прекратите орать! Вот она, наша дурсина. Ира, 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 ира. Не ожидала бы. А я еще не такое могу. Нам еще. Аркаша, Сан Саныч, немедленно отправляйтесь домой. Слушайте, немедленно. Рада, ты должна выбрать, кто. Так точно, кто. Что кто? Я или мой друг, Занька. Хватит, прекратить этот цирк. Это не цирк. Это серьезно. Итак, ты должна сделать выбор. Или я, или он. Вот еще должна. Ничего я вам не должна. А так, то тогда. Все, спокойной ночи. Мы уходим. Наконец-то, спокойной ночи. Ты не поняла? Мы уходим навсегда. Прощай, прощай. И завтра, Аркаша, не вздумай мне звонить. Так, не доставайся ты никому. Дзих. Хе-хе. Дзих. Дзих. Вот так. Прощай. Ты здорово сказал, не доставайся никому. Это ты не сказал. Это сказал Островский. Жанна, когда заканялся, я тебя уважаю. Не, знаешь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok